Это опять вегетарианство. Да, всё подряд надо есть, главное химия, стараться употреблять меньше по возможности. Всё натурально полезно. Вегетарианство, я ещё могу понять, если оно не единое, а веганство, сыроедение, тем более праноедение, это всё такая сомнительная чушь. Но неестественно это для человека, человек сияден. И вообще впадать в крайности не есть хорошо во всех отношениях. Владимир, где он прав? Он прав в том, что понимаете, мы иногда качаемся, посвящаем себя телу, чтобы оно было красиво, большое, для этого надо есть, тренироваться. Мы посвящаемся бизнесу, мы посвящаемся ещё себе. Отчасти это надо. Но основное у нас идёт духовное наше совершенство. Не люблю слово эволюция, а вот духовное развитие. Вот что самое главное. И здесь, здесь все эти средства, там, уход за телом, питание и бизнес и так далее, они должны, как бы сказать, этому помогать. Но не то, чтобы человек на это всё тратил все свои усилия, и у него не оставалось времени подумать о своей душе, о своём духе. А нахрен он здесь вообще, чтобы, чтобы это самое, как некоторые говорят, чтобы ты под конец жизни оглянулся и увидел там гору выпитых бутылок и стадо голых женщин. Это всё и там и останется за тобой. А что впереди? Что ты из этого вынес? Полезное для себя. Понимаете, действительно идёт духовная эволюция каждой личности. И вот что ты за эту жизнь успел сделать полезного для себя, для окружающих. Потому что с окружающими ты взаимодействуешь, и они, как бы сказать, твои вот эти качества оттачиваются. Если ты один, то нету тех учителей, нету тех условий, которые позволяют выявить на основании твоих побуждений, я про них рассказывал, там где-то посмотрите, всё твоё, будем говорить, червоточину, которая умеется, и её проработать. Редко бывают там такие люди, которым никого не надо, понимаете. Они вот духовные существа и больше никто. Это вообще редкость, которая-то. Но я хочу дальше разобрать этот случай. Да, всё подряд надо есть. Но не всё подряд и химия. В основном да, чтобы химии было меньше. Наша всё-таки пищеварительная система, она устроена так, что на определённые питательные вещества в желудке она создаёт определённую среду для лучшего пищеварения. Если мы всё подряд набросаем, то получается желудок просто не может разобраться, как это переварить. То есть картошку с мясом и с жиром. Он не знает, как это переварить. Хотя переваривает. А вот если вы попробуете отдельно картошку, отдельно мясо, с салатом всё это есть, вы почувствуете совсем большую разницу. То есть здесь надо уважать биологические процессы, которые протекают в нашем организме. Раз, да? А вегетарианство я ещё могу понять, если не идейное, да? А веганство, сыроедение? Вот веганство для меня какая-то загадка, что они придумали вот этим словом. Вот раньше было вегетарианство и всё было ясно. Крайняя степень вегетарианства это сыроедение. Когда употреблялось всё это там сыро, только в сыром виде. То, что нельзя, значит, съесть в сыром виде, значит, не елось. Кстати, а можно мясо так приготовить? И у меня есть там видео, что можно есть его сырым. Значит, его можно есть сырым получается, понимаете? Вот вам и сыроедение, вы можете сырым и мясо есть. И, кстати, может, вы даже в некоторых фильмах видели, есть такие эпизоды, где мясо, вот оно начинает подгнивать, даже там червяки есть, то есть оно начинается разлагаться под действием своих собственных ферментов, вот какие-то начальные стадии. Этих червяков раз-раз-раз-раз отбросили, а мясо съели молотой, но ого, даёт силу. То есть вот такое ещё, такое питание есть. То есть это есть в природе, это есть и у человека, такое вот питание. Это не значит, что все так едят, но это есть в отдельных случаях. Ещё довольно есть. Так, про наедение. Про праноедение. Знаете, вот я сейчас вам хочу сказать интересную вещь. Вообще-то, всё это имеет место быть. Но для того, чтобы, допустим, легче всего, значит, питание смешанное. Далее, питание, которое требует внутренней дисциплины, это раздельное питание. Всё то же самое, только через салаты едите. И прекрасный результат будет. Прекрасный результат, да. Далее, вегетарианство. И человек, вот просто почитавший о вегетарианстве какие-то такие вещи, а тем более, вот когда там 10 лет прошло вегетарианство этого, и человек понимает, какие там происходят изменения, он не понимает, то есть, но вообще-то, вегетарианство можно выдержать, можно выдержать. Но для этого, как я уже указал, надо, надо просто-напросто организовать свою жизнь совсем иначе. И организация-то так порой происходит, что вы становитесь чуждыми окружающим вас людям, понимаете. Легче всего вегетарианство вот такого класса. Это, и оно прекрасно работает и будет работать, это, значит, пускай свежие овощи, когда в сезон года, это овощи тушёные в холодное время года, да, ну пускай из какой-то там салатики, и каши. Каши, орехи, там, фасоль, вот это вот всё. И порой вот этого бывает достаточно, чтобы... Вот такое вегетарианство, оно и было у нас, понимаете. И оно работает, оно реально работает. Вы не истощаетесь, там у вас и витамин B12 состоится и так далее. То есть вы себя нормально, прекрасно чувствуете и будете жить. Вот такое вегетарианство. А если вы хотите более такое, ну это надо постараться. То есть тут мы натыкаемся на создание условий, которые мы не можем создать, не можем контролировать. Сыроедение ещё более сложная тема. И сыроедение действительно возможно, но его осуществить ещё более сложно. И люди, которые, знаете, пытаются, они не понимают, куда они лезут, что с ними может произойти, как к этому относиться, что и как это делать, они вообще, понимаете, не это самое. Ну, вот смотрите, допустим, сыроедение, грубо говоря, скажу, смотрите. Чем занимаются там коровы, там носороги, слоны и так далее? За редким, так сказать, исключением, они практически постоянно пасутся. Жуют, 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 съедают огромное количество растительного сырья. А мы же думаем, чтобы вот там развелась вот эта вся эта микрофлора, которую они схавают. А мы же думаем, что достаточно съесть действительно огурчик, и этого достаточно. Нет, оказывается, на огурчике, на маленьком количестве этой пищи, вот эта микрофлора, она не заработает так, как надо, чтобы вас кормить вот этим полноценным белком. То есть надо либо много есть, либо совсем по-другому настроить свое сознание. Понимаете, это важные такие вещи. Чтобы сознание настраивает каждую клеточку организма, общее сознание, на то, чтобы, будем говорить, вот удовлетворяло это сыроедение. То есть это еще сложнее. Редко кто его использует, очень редко. И ты вообще выпадаешь из жизни. Ты становишься чужим всем, понимаете. Поэтому они, как правило, там одинокие, там бузят и так далее. То есть они выпали из социума. Ну, может быть, да. И, наконец-таки, праноедение. 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 Вот, знаете, многие там сейчас слышали праноедение и так далее, и тому подобное. Но на самом деле, если копнуться, кто по-настоящему питался праной, до их единицы в человеческой жизни целого поколения Земли. Их по пальцам пересчитать можно. Этот был тогда, этот тогда, этот тогда, там геребала тогда. А как она его получила? Она получила путем посвящения, понимаете. И там совсем произошла во время посвящения перестройка структур. То есть, это перестройка. Либо ее ведет кто-то, либо как вот у нас, вот эта вот женщина, если словно я сейчас скажу, но ей тоже помогли перестроиться. То есть, это вообще единицы, единицы, единицы. И ты думаешь, что сейчас прану будешь это там пить. Это вообще, в первую очередь, перестройка нашего сознания. Понимаете? Наше сознание на то, что здесь физические органы пищеварения перестают работать, зато на полную мощь включаются вот это, говорят, употребление энергии, употребление вот этого через воздух питательных вот этих веществ, потому что наш организм вообще-то может все синтезировать, но это надо настроить, это, это, ну, как бы сказать, ну, это трудно сделать. Это как все равно, знаете, вот слетали на Луну. Сколько раз слетали на Луну? И все. Так точно вот и человек, человек вот этого достичь. Можно, но... Но, но... Вот, и тогда разблокируются особые механизмы, и человек начинает, значит, употреблять вот как раз через свои энергетические тела, энергию напрямую, потому что мы-то, мы-то, мы погружены в пространство, которое по своему энергетическому потенциалу гораздо больше, нежели мы, и мы действительно можем это все потреблять. Но тут, я говорю, тут совсем иные настройки, тут совсем иное. Я пару раз пробовал переходить, переходить, и не перешел. Хотя что-то там немножко получилось, но нет. И этот человек, и этот человек... Вот, допустим, Геребала, если вы почитаете в моей книге про голодание, она еще как-то нормально вписалась, она в общество, она там свою семью там готовит, а сама там не ест. Другая там женщина, которая там еще в Германии там жила, ну, та, ее почитали там за святую. Вот наша вот эта вот женщина, она тоже живет, насколько я понимаю, изолирована, и круг общения там вообще минимальный. Хочу сейчас сказать, что это есть, но настолько это в редких штучных количествах, что даже затрудняет сказать. Ну, естественно, для человека человек сыяден. Человек сыяден. Да. В зависимости от того, что он ест, у него настраивается ферментная система на переваривание той пищи, этой пищи, той... Он может переваривать все. Но на сколько этой пищи хватит, это уже другое дело. И наконец-таки И вообще попадать в крайность Не есть хорошо у всех отношений Да, и вот тут опять-таки Почему я этим делом Так жестко перестал заниматься Потому что я столкнулся С планом социальным То есть ты становишься чужд Тем людям С которыми ты живешь Мать, отец Приходили, да ты чё, Генка Ё-моё, шо ж ты тут делаешь Ты ж был, о, какой я стал Вот такой Вот на жену Всё это ты, мол, его там довела А она Я ему говорю, допустим Ну, чтоб нормально питались, а он тут голодает А на меня все эти шишки разлад В семье, там, допустим, я ещё как-то там Пытался там что-то там Посоветовать там для детей Да то-то-сё, пятое-десятое Ну Если хотите поругаться, развестись Пожалуйста, придерживайтесь Вот таких различных вещей А если вы хотите действительно Духовного совершенства и роста Питание Какие-то Нормы Надо придерживаться Не без того Чтоб оно вам помогало Но не было Чтоб вы Самого себя поклали Всего на это Я Такой Я сякой Чтоб вы Могли сказать в первую очередь Я человек Понимаете Я человек А дальше уже там Профессию приплести Чтоб вы мужчина или женщина Чтоб вы так вот питаетесь Йогой занимаетесь Скачаетесь Или ещё что-то Запомните Это Я человек В первую очередь А потом всё остальное Скачаетесь